Всем привет! Сегодня будет видео про приспособление, которое я сделал сам. Представляет оно собой стрелу, на которой закреплен компьютер, монитор дополнительный, а также осциллограф. Первым делом хочу сказать, что идея эта не моя изначально была. Я ее увидел у одного диагноста на его канале на YouTube. Ссылочку приложу. Она мне очень понравилась, но в моем конкретном случае не совсем подходила. Поэтому я решил ее немножко доработать. Так, для чего нужно так заморачиваться? Для чего нужна такая сложная конструкция? В принципе, можно было бы обходиться и без нее. Я первое время и обходился без нее, но все-таки решил сделать такое приспособление ввиду большего его удобства. В общем, меньше слов. Покажу, как она работает и зачем она нужна. Скидываем очередной столик. Позносим осциллограф под капот. Раскидываем щупы. К примеру, посмотрим вторичку зажигания. Так, один щуп на синхронизацию, второй на общий провод катушки. Затем питание. Плюс и минус. Включаем осциллограф. Выбираем пара цилиндров. И заводим двигатель. Цилиндров у нас пять. Нужно это указать. Включаем. Включаем. Порок. Порок. Проверка. Ставим. И так после измерений можно все удобно и быстро сложить обратно на место. Благодаря такой стреле появилась возможность быстро и удобно подносить осциллограф к месту измерения, а также пропустить все провода и питающие и измерительные по верху, благодаря чему появляется свободный проход вокруг автомобиля. То есть не приходится путаться в проводах, переживать, что где-то что-то зацепишь и так далее. Итак, рассмотрим основные элементы, из которых состоит данная стрела. Начнем с того, что она прикреплена к стенке. На стене сделана небольшая площадка, которой приварено два уха. Стоит ось, на которой вращается сама стрела. Эта площадка прикручена к стене сквозьными шпильками диаметром, по-моему, 20. И с той стороны дополнительно поставлены площадки для увеличения площади опирания. Стрела состоит из трех рычагов. Вот первый, затем идет шарнир, затем второй. От него отходит ось, на которой крепится ноутбук и монитор. И затем последний, третий рычаг, на котором вывешен осциллограф. Шарниры были изготовлены тоже мною, самодельные. Здесь есть одна хитрость для того, чтобы рычаги могли слаживаться в обе стороны до упора. Простая петля здесь не подходила. Поэтому пришлось применить шарнир, в котором используются две оси. Кроме того, для синхронизации движения рычагов и избежания заламывания шарнира, еще использовал шестерни. Шестерни от масляного насоса, по-моему, УАЗа. По такой же аналогии выполнен и второй шарнир, который крепит третий рычаг ко второму. Единственная разница в том, что здесь было использовано всего две шестерни, ввиду того, что сам осциллограф не такой уж тяжелый, и там нет такой большой нагрузки, как на первый шарнир. Следующий шарнир – это ось самой стойки, на которой крепится монитор, а также ноутбук. Итак, прежде всего хочу сказать, что выполнен он был из старой рамы велосипедной, из того крепления, где вилка крепится к раме. Те же были использованы подшипники и эта втулка основная. Идея заключалась в том, чтобы эта стойка с мониторами могла свободно вращаться вокруг своей оси, при этом никак не влияя на всю остальную стрелу. Провода были продеты также через каркас стойки. Длина выбиралась около 40 см, для того, чтобы провод скручивался на как можно большей длине. Сама стойка может свободно вращаться вокруг своей оси. Естественно, что больше одного-двух оборотов перекручивать не стоит, потому как через саму стойку проходят провода для питания компьютера, а также для стиллографа и так далее. На самой стойке, как я уже говорил, установлен монитор, а также ноутбук. Монитор является расширением рабочего стола, что бывает очень удобно при просмотре электросхем, когда на один монитор можно вывести саму электросхему, а на второй описание к ней. А также в тех случаях, когда, к примеру, на один монитор нужно вывести электросхему, а на втором мониторе наблюдать осциллограмму, ну или параметры со сканера. Ноутбук в данном случае расположен на небольшом столике, который сделан из фанеры. Кроме ноутбука на этом столике также размещена розетка. И зарядник для аккумуляторов, который использую в фонарике. А с другой стороны размещена подушечка с вколотыми в неё иголками, которые я использую для подключения к тыльной стороне разъёма. Для ясности, пожалуй, покажу пример. Часто бывает необходимость подключиться к проводу возле разъёма. При этом разъём должен быть одет для того, чтобы электрическая цепь была замкнута с датчиком или потребителем. Для того, чтобы не прокалывать провода, не портить изоляцию, использую такие иголочки. Итак, берём иголочку, выставляем её аккуратно между проводом и резиночкой. Слегка проворачивая, ищем место, так, чтобы она надёжно туда вошла. Проверяем. Как видим, есть надёжное соединение. Подбирая нужную длину и толщину иголочек, можно подключаться к большинству типов разъёмов. К примеру, если взять французский с Рено Канго, здесь это не подойдёт, нужна иголочка потоньше. Скажем, вот такая. Точно так же, аккуратно. Также иголки подходят и для разъёмов негерметичных, то есть для тех, у которых нет резиночек. Аналогичным способом можно подключаться. Итак, сами иголочки выполнены из разъёма такого типа. В такой разъём вставляется обычная иголка для шитья нужной длины и диаметра. Затем здесь опаивается, после чего этот пластик прогревается феном, потому как он тоже имеет термоусадочные свойства. И тогда в ней становится удобно работать. Затем в этот разъём круглого типа удобно вставляются щупы осциллографа, потому как диаметр этого отверстия 4 мм, а разъёмы типа банан такие прекрасно с ним работают. То есть это может быть как щуп осциллографа, так и разъём от мультиметра. Или универсальные щупы. Как я уже говорил ранее в видео про измерительный инструмент, всю измерительную систему собрал на бананах такого типа. Из небольшого кусочка алюминиевого уголка, который приклеен к столику на двухсторонний скотч, сделал крепление для крокодильчиков. Они так легко и удобно ставятся на место. Крокодильчики также имеют круглые отверстия, которые легко вставляются в разъём типа банан. Также закрепил на этом же столике зарядку для фотоаппарата. А в розетке постоянно живут зарядки для телефона, а также налобного фонарика. Сам столик на стойке также является откидным. В качестве его шарнира была использована петля передней двери от классики. А в качестве замка был использован замок от капота Audi 100. У меня после ремонта моей машины такие оставались. Так, посмотрим, как столик откидывается. Итак, можно видеть, что сам столик установлен на небольшой каркасик. Снизу на нём зафиксирована зарядка от ноутбука, а также выносной винчестер, в простонародье карман на 1 терабайт. Сам фиксатор столика также самодельный. Сделал его из листовой нержавейки. Работает он так. Верхний монитор был приобретён не новым. Он был демонтирован из старых игральных автоматов, ввиду чего цена была очень подходящей. Единственный нюанс, монитор был без корпуса, то есть фактически сама панель, а также её блок питания. Поэтому пришлось немножко повыдумывать с его корпусом. Он был изготовлен из того же листового металла, из которого делают металлочерепицы, а также из этого же материала я делал инструментальные тележки. Единственное, пришлось изготовить внутри небольшой каркас, потому как сам листовой металл не имел достаточной жёсткости, а также изготовить крепление на самой стойке, на которую бы крепился монитор. Большое внимание было уделено креплением проводов на стойке. Все провода собирались в пучки, пучки крепились через определённое расстояние к стойке, для того, чтобы ничего нигде не перетиралось, не перегибалось. Теперь несколько слов про сам осциллограф. Ну, в первую очередь, это осциллограф USB Auto Scope 3, также известный как осциллограф Постоловского. Он был мною немножечко переделан. Во-первых, модуль для диагностики систем зажигания был вмонтирован прямо в корпус, ввиду того, что это компактней и удобней. Следующей доработкой было изготовление новых щупов. Щупы были сделаны из акустического кабеля, в котором присутствует экран. Также сделал общий минус для всех каналов. Вывел его отдельно на Крокодил вместе с Плюсом 12 Вольт, который используется для питания адаптера для диагностики систем зажигания. Следующей доработкой было крепление для щупов, которое было изготовлено из вешалки для проводов. Когда-то купил такую. Сами щупы сделал не на разъёмах BNC, как они были изначально, а на разъёмах типа тюльпан, таких, какие используются для аудио-видео выходов. Для чего это было сделано? Для более быстрого и удобного извлечения щупа из осциллографов. Ввиду того, что осциллограф у меня закреплён, по большому счёту, стационарно, есть вероятность зацепить щуп и порвать его. А благодаря соединению типа тюльпан сделать это практически нереально, ввиду того, что если дёрнуть за провод, по любой причине, будь то запутался за него, будь то забыл отцепить, то он просто выскочит из разъёма, а не оборвётся или потянет за собой осциллограф и так далее. При этом, если есть такая необходимость, можно легко вернуться на оригинальную систему разъёмов, просто скрутив переходник. У меня такая необходимость возникает тогда, когда к осциллографу нужно подключить токовые клещи, которые сделаны на разъёме BNC. Наконечники щупов также выполнены на разъёмах типа банан, только в исполнении с углом. Готовых таких разъёмов мне найти не удалось, поэтому пришлось изготавливать их самому. В качестве корпуса наконечника было взято крепление прутка, который натягивает потолок в советской классике. В нём было просверлено отверстие, в которое вставили из внутренности банана. Решил изготавливать разъёмы именно углового типа, потому что в большинстве случаев доступ к точкам измерения затруднён. Благодаря гребёнке, в которую вставляются щупы, переводить щупы из состояния хранения в рабочие и обратно занимает считанные секунды. Сам осциллограф прикреплён к стреле также на съёмном креплении. Оно было сделано на базе крепления бачка-омывателя от той же классики. И таким образом, если приходится ехать на выезд, то осциллограф можно с лёгкостью снять со стрелы, и он вновь становится мобильным. Подключения к стреле у него всего два. Это USB-провод, а также заземляющий провод. Итак, чтобы снять осциллограф, нам нужно снять USB-провод, вытащить провод заземления и, собственно, снять осциллограф со стрелы движением вверх. Ещё одно небольшое дополнение, которое было сделано, это в первую очередь, естественно, крепление, благодаря которому осциллограф устанавливается на стреле, а также установил резиновые ножки, благодаря которым осциллограф можно ставить на плоскую поверхность, например, на стол. И при этом крепление не будет царапать поверхность стола. В целом, получившимся приспособлением я доволен. Работает у меня уже скоро год. Оно даже получило у меня прозвищ «Лапа-растяпа». Работать стало намного удобней. Всё лежит на своих местах. Выглядит интересно. Многие рассматривают, спрашивают, зачем. Также стоит отметить, что стойка получилась довольно компактной. В сложенном состоянии она практически не мешает. Выступает от стены всего сантиметров на 20. Что в моём случае довольно важно, потому что гараж у меня имеет 4,90 на 5,90. А это не так уж много. Поэтому и приходится выдумывать подобные приспособления для того, чтобы как можно компактнее размещать инструмент и оставлять как можно больше свободного пространства для работы. На этом, пожалуй, всё. Надеюсь, было интересно. До новых встреч!